вот за неделю скопилось опять тысячи писем это 78 нот решил открыть их перед камерой всех приветствую и вот давайте быстренько посмотрим что нынче нам удалось получить смысле мне из марки вот такой вот конверт срезаю его и тут в картонке лежит такая бумага и здесь у нас о карточка значит я уже показывал как-то банковскую банковскую карту коммерческого банка и вот я выловил еще одну карту давайте посмотрим внимательно опять почтовая карточка российского коммерческого банка уже 23 года то есть та была 26 по моему с доплатной маркой а здесь вот опять денежный перевод ну вот тут вот написано заказное и обратная сторона значит витебск эта карточка шла на 25 долларов что интересно вот с этой карточкой но то что вот банк в те сложные года как говорится занимался валютой и контролировал получение этих денежных средств эта карточка для военнопленных у меня есть небольшой ролик я тоже интересуюсь карточками военнопленных первой мировой войны и вот это вот яркий пример карточки для военнопленных которые значит лагерь витебске посылает доллары из-за границы которые проходят через банк и здесь вот значит франкировка даже соответствующие мы видим да что с горшением марка расцесская марка 100 рублевая с рссср и марка золотого стандарта значит 5 рублевая и здесь вот давайте посмотрим только значит штампы цензуры и так далее и все почтовые штампеля вот эти вот значит которые должны быть для этой карточки карточка 1917 года и обратная сторона у нас и что почтовое управление было получено под подписку подписки все есть витебс 23 год суммы которые были перечислены и так далее и так далее то есть очень интересный почтовый документ именно коммерческого банка московского но только более ранее очень хорошая карточка и мы ее откладываем дальше у нас что идет дальше у нас идет вот такой конвертик сейчас посмотрим что здесь у нас открываем его но здесь обыкновенная значит у нас запакованные какие-то значит картон очки открываем так это я тоже давно ждал тоже все выбрасываем так это просто картонка здесь закрытая вот такая вот серия небольшая значит это французская центральная значит африка оккупация но на этот серий тоже довольно таки известная она часто встречается у меня есть буквально там несколько марок чем хорошая почему я взял эту серию а тем что видите она в общем-то полная значит эти повстанцы африканские значит тут они вот как говорится во все оружие и серия полностью и она тоже представляет определенный интерес дальше выловил я это говорится и бей следующее у нас вот так вот запечатано вот что-то все разрезано и отрезано ладно мы не будем это все разбирать и вот всего-навсего вот такой вот пакетик даже да не буду доставать это австро-венгрия с отпечатками итальянскими тоже чистая полная серия стоило копейки у меня по-моему может быть она есть а может быть может быть чего-то не хватает поэтому я обратил на это внимание и тоже ее приобрел дальше вот такой конверт у нас есть откроем его здесь у нас ох как все ага ничего больше такого нету только картонка прокладочка для того чтобы как говорится не мялось что тут у нас есть а уже пошла финляндия помните я вам показал как я приобрел такой альбомчик и теперь стал работать над его заполнением и вот эти марки 30-х годов вот они тут ну ничего тут такого гашеные вот я это приобрел дальше у нас есть еще один конверт вскрываем его быстро-быстро достаем вот тут у нас тоже смешно небольшое убираем и вот тоже финляндия серия вот такая значит все у четыре марочки тоже стоило копейки тридцать восьмой год вот тоже как говорится пойдет на заполнение альбома и еще еще один конвертик тоже открываем смотрим вот и здесь у нас письмо выбрасываем открываем ох запечатывать как сложно все все в траке все тут вот так вот налево открываем и тоже финляндия только уже чистая вот марки тоже 30-х годов тоже для для моего нового альбома который я хочу вот тут за месяц-два может быть как-то подобрать и последний конверт вот тут что-то толстенькое да тоже финляндия в идеальном состоянии марки вот это вот спортивная серия 30-х годов с доплатой потом марки красного креста в отличном состоянии просто любо-дорого глядеть имеется ввиду что такие марочки и покупать приятно это ничего просто какая-то открыточка вот собственно 4 3 конверта с финскими марками давайте посмотрим вот посмотрите металлография вот это вот полная серия зимние виды спорта ну и не только и летние тоже вот и красный крест вот на этом наверное закончу одно слово может быть что хотел сказать вот по поводу тоже был как-то вопрос как избежать там покупок фальшивых марок или дорогих что я могу сказать вот на моей практике вот даже сейчас да встречаются вот какие-то вещи интересные например например встречаются земские марки одиночные в пределах где-то 30 фунтов да но сами понимаете новодел это или не новодел сложно определить по телевизору имеется ввиду по экрану поэтому я например на эти вещи почти не обращаю внимания хотя интересно иногда что-то там сравнить посмотреть вот ну а самое главное вы тоже должны понимать что платить за одну марку 30 фунтов это значит надо быть серьезным человеком в каком смысле собирать эту те же земства с уже с какими-то с какой-то базой с какой-то наработкой потому что никаких денег не хватит для того чтобы платить за одну штуку 30 фунтов и когда ты соберешь такую коллекцию это неизвестно поэтому это дело денежное это дело серьезное это дело ну в общем требует сугубых знаний и сугубых денег поэтому вот так а какие-то другие вещи которые нет-нет да и мелькают например какие-нибудь отпечатки Дальнего Востока или какие-то там отпечатки авиапочты вот ранее советской там консульской почты это тоже надо смотреть и сравнивать с каталогами ну и вообще-то если какая-то цена такая сомнительная то очевидно это реплики и поэтому ну тут все как говорится тоже на виду и просто нужно включать голову и немножко вот ну хотя бы разбираться или вообще повременить с этим делом потому что я думаю тот кто собирает какие-то хронологии серьезные это это пока придешь к этим единичным экземплярам там к Ливаневскому с отпечаткой или еще что-нибудь то уже придет опыт и понимание и понимание того а нужно нам это все или нет собственно на этом хочу и закончить всем спасибо за просмотр и до свидания до свидания